Раскольников – бог войны. Шутка, вымысел, реальность. Я считаю это реальность. В этом видео я объясню свою точку зрения. Мы с вами остановились на том, что Раскольников уже отходит. Дельца сделана, вся вот эта вот динамическая медитация с двумя женщинами осталась позади. И он, конечно, шокирован, приболел. Приболел, переживает, валяется там полутрупом, а о нем заботится Разумихин. Разумихин – это его такой студенческий товарищ. Отдельная такая фигура, которую мы сильно обсуждать не вижу смысла. Я, конечно, роман «Что делать Чернышевского» давно читал, ну, в юности. Может быть, во время университета или после университета. Ну, так вот, именно по-взрослому, осмысленно, не когда тебя в школе читает, а сам. Сам с удовольствием, так сказать, и все такое. Кажется, там этого сверхчеловека Чернышевского, как его? Рахметов, кажется, фамилия, если я правильно помню. Ну, и вот Разумихин, он, по всей видимости, такая, как или «Наш ответ» со стороны Достоевского, или «Отсылка», или «Перекличка», или «Дискуссия». Ну, вот по этой линии персонажей. Ну, то есть Разумихин – крепкий парень, здоровый, в принципе, пишет жизнью, знает, как выживать. И в отличие от Раскольникова, он так не мучается. Ну, они оба студенты, бедные. По-моему, Разумихин тоже временно из универа, он вылетел или не вылетел. Ну, там же надо деньги платить. Если не заплатил, надо объяснить. Есть всякие варианты. И уроки можно давать частные детям, преподавать что-то. Или вот Разумихин переводы еще делает. С немецкого, с еще какого-то. И Раскольникова тоже предлагает – давай вместе. Ну, у Раскольникова замах серьезный на жизнь. Ну, что там эти вот копейки? Сколько ты заработаешь на том, чтобы вот дедишек учить? Ну, несерьезно. Сразу надо весь капитал. Раскольников, по идее, да, он не хочет в этом, в таком вот капиталистической системе существовать. Он хочет как-то прям… Он недоволен в этом плане миром. Не должно быть такой несправедливости. Ну, что это такое? Все эти нищие семьи, безграмотные – это все вообще. И слишком долгий путь, да, что я сейчас буду учиться, потом семье себе помогать, содержать, ну, и так и помру. Для этого ли я родился? Может, я могу что-то больше? Но вот Разумихин, там они ссорились, расходились, все, Разумихин к нему пришел, ну, потому что Раскольников, как и Гамли, да, вот, в версии Шуры Каретного, так и все отрицал. Говорил, идите вы все на. Ну, а Разумихин разыскал, где же вот Раскольников, во все его дела вошел, пока тут валялся в отключке, подружился с его, с окружающими его женщинами Раскольникова, то есть с хозяйкой, там, где квартируется Раскольников. Раскольников, Пашенька, кажется, да, он ее называет, с Настасией служанкой, ну, и так далее. Они его уже обожают, любят, он такой вот, ну, получается, даже как душа компании. И похлопотал, и всех, и рассмешил, и сам такой, ну, заряженный жизнью человек. Вокруг него сразу, вот, как вокруг солнышка, что-то зашевелилось. И дальше он многих знает, он притащил врача Зосимова, он знает уже заметного, я не знаю, был раньше знаком или нет, с Заметовым Разумихин, потому что Раскольников за это время успевает, ему пришла, ну, как, не повесточка, а бумаженция, что хозяйка уже не знает, как выбить-то денежки из него. Ну, и главное, он замкнулся в себе. То есть, если бы Раскольников общался с хозяйкой, да, было бы понятно, что, как, какие планы у него на жизнь. А тут он просто вот как клещет, забурился, как вот инок в этот скит. И все, ни с кем не разговаривает, деньги не платит, что там будет, да. Она в полицию накатала на него заяву, что должен столько-то и столько-то. И вот Раскольнику приходит эта бумага, там в бумаге неясно, зачем явиться. По-моему, ну, полицейский участок или как это тогда в 19 веке занималось. Как я понимаю, это что-то аналог участкового, там вот квартальный сидит или как он называется. И при нем есть что-то вроде секретаря, письмоводитель, кажется, что это тогда называлось. И это вот Заметов. Сам этот участковый, пока его будем называть, забыл, как его. По имени-отчеству. И у него еще помощник есть Порох. Порох. Бывший военный, я так понимаю. В полку, да, было прозвище Порох. Илья Петрович, кажется, Порох такой вспыльчивый. Будем называть это с гусарским характером человек. И Раскольников туда приходит, а Раскольников у нас интеллигентик, студент, хоть и бывший. Вот он приходит, там узнает в этой конторе, что... Ну, контора, да, вот. В конторе узнает, что дело это все долг. Там же он слышит, пока пишет заявление, что да как, ссорится с этим Порохом. Монкирует друг другу и так далее. Они начинают обсуждать убийство. А там духота, красят краской, еще и убийство, и Раскольников самим себе. Он там обморок теряет. Ой, какой обморок теряет? Теряет сознание, падает в обморок. Такой момент. И потом вот дальше он все без конца валяется. В общем, Розумихин все это дело уладил. Все, теперь и еда есть. И тут поступает, письмо же было, да, от мамы с сестрой. И деньги поступают. Приносят, раз мать умудрилась передать, все, походотайствовать. 35 рублей. Розумихин тут же пускает рублей 10 в ход. Поэтому там одежды прикупил Раскольнику и так далее, и так далее, и так далее. В общем, забегаю наперед. Штанишки сейчас он ему прикупит. А пока, ну все, он валяется, переживает Раскольников. А Розумихин Зосим его притащил, врача. Тут его осматривает. Все дела между собой. Они тоже обсуждают, естественно, убийство бабули. А Раскольников только на это и реагирует. Как он услышит. А выясняется то, что он оплошно серьезно допустил. Сергиевы обронил. Когда он прятался от этих Коха, еще кого-то. Ну, только бабулю хлопнул, пришли люди. Открывайте, пожалуйста, кто там? Товарищ убийца. Тук-тук-тук. Он стоит, переживает за дверью. И тоже помните, как в нем, как дьяволенок иногда. Иногда ему уже сюр начинается. Ему хочется иногда прямо из-за двери крикнуть. Ай, оттуда. Язык там показать. Ну и что? Заходите, и вас топориком рубану. Что-то в нем. Он чувствует в себе такое. Ну, хватает благоразумия помалкивать. Но его раззадоривает это. Ему тогда смешным это начинает казаться. Как они засох дергают, дергают. И сейчас вот все и решится. Что решится? У него просто такие ощущения. Психика сильно взбудоражена. И поэтому он, получается, ну, практиковал, может, неправильно сказать? Ну, ладно. Практиковал сюрреализм до того, как это стало мейнстримом. Сюрреализм это когда? Ну, 20-й век, середина, да. Ну, в начале лет за 40 мы уже дадаисты были, еще что-то, да. Уже такие предтечи. Но реальная предтеча, вот она, Раскольников. Ну, конечно, и у других классиков, и у Запада. У Теофель Гатей, я вот не помню, он раньше Достоевского жил или нет, да? Там, конечно, тоже серьезные зарубы бывали. Но Раскольников абсолютно, ну, нереальность. После того, как он совершил такое страшное дельце, нам с детства объясняют, насколько это ужасно. Эту черта Рубикон. Ну, нельзя это переходить. Ну, когда ты сделал и перешел, а что? Ну, и ты так же жив, тебя молния не поразила. Правда, теперь надо как-то вот выбраться немножко из этой ситуации, да? И внутри как-то с этим побыть. Ну, это же в этом же и заключается эксперимент Раскольников. И вот он, когда слушает, ну, в общем, он же тогда убегал, спрятался там в одной комнатке, пока люди поднялись наверх в бабкину квартиру. Он успел сбежать по лестничным пролетам на этажик там. Занырнул в квартиру, где маляры работали. Постоял там тихо, никто его не заметил. И потом сумел покинуть место боевых действий. Ну, так переживал, что из карманчика там серьги выронились. Ну, и так далее. Улика, да? Нашел красильчик. Ну, и начинается вот это. Мы с вами не будем, в принципе, это разбирать. Ну, это все интересно читать. Это все важные такие детали, потому что, ну, вот Раскольников уже лежит и вдруг слышит, что он опорафинился, да? Лежит себе, цветочек там на обоях рассматривает. И тут слышит, как за дверями, значит, что Разумихин высказывает версию, что, конечно же, красильщик там, ну, он такой тупой. Это не он, он бы не убил. Он просто случайно серьги нашел и начал прогуливать их. Ну, пить. По кабакам понесло парня. А Раскольников лежит и слышит, и слышит это. И, как Разумихин говорит, так за дверями нашли серьги, да? И Раскольников понимает, что это он там обронил, значит, облажался. Дор! Сразу удар кулаком в стену, чтобы штукатурка посыпалась. Так он хотел сделать, но он так не делает. Он просто все равно за дверями, да, за дверями, а что такое? Ничего, ничего. И дальше на цветочек смотрит. На обоих там. Вот так вот он нервничает. И в какой-то момент, еще, по-моему, до того, как штанишки ему Разумихин купил, приходит... Лужин. Не, ну, это не важно, в какой момент, в общем, Разумихин купил. Смысл, что часть денег потрачена разумно, у Раскольников теперь есть нормальная одежда, ботинки, кепка, жилетка, рубашка, штаны. И 25 рублей еще остается у Раскольникова. Серьезные для него деньги, потому что у его мамы пенсия 10 рублей. И все. Отца нет. Сестра вот у Светригаловых работала, тоже хорошо зарабатывала. Она сразу туда соточку вперед взяла, чтобы братику 60 в Петербург заслать. Поэтому, даже когда пошли неприятности с этим Светригаловым, что, а работать-то надо, денежки-то вперед взяла. И так далее. Серьезное дело. А вот стараниями близких, родных, мамы и сестры у Раскольникова жжик 25 рублей в кармане. И тут-то и нарисовывается вот это вот, как бы, чтобы не ругаться в этом видео. Да ладно, ну вот это вот мудило, в общем, в лужу нарисовывается. Ну, как его еще назвать? Он приходит к Раскольнику. Идея мамы и сестры в чем? Сестра, получается, жертвуя собой Дуня, выходит замуж за этого клоуна, вот этого Лужина, потому что он состоятельный, он взрослый, ему там 40 с чем-то, ей 22. Два раза он ее старше, 45, по-моему, в лужину. А он приехал в Петербург, он при деньгах, и открывает там то ли адвокатскую контору, то ли еще какую-то, а Родио, Родион, у нас как раз же учится на юриста. И вот, получается, родственничка тогда пристроить, ну, нормально в конторке. Тем более Раскольников, он действительно очень умный человек. Для него будет не проблема всем, он там всех разорвет. Хоть юристом, хоть адвокатом, хоть прокурором, да, просто будущее мощнейшее. Умный человек. Но, как это часто бывает с умными людьми, ему стало интересно другое. Что ему этот бренный мир, да? К миру надо подходить серьезно, подумал Раскольников, и ударился в сильнейшую вот эту философию свою. Так что денежки у Раскольникова есть. Наслушался он, как он накосипорил, да, в общем, налажал по полной, допустил много ошибок, суетился, серьги обронил, то, все, третье, десятое. Но ему, в принципе, до лампочки, потому что его сейчас так молотит, вот, он все еще отойти до сих пор не может. Поэтому ему даже легко объяснить, ну, да и все видят, что он какой-то в лихорадке, в горячке, ну, явно приболел паренью. И вот к нему и заявляется вот это вот существо, Лужин. С братом, так сказать, здравствуйте, терапыри, навестить. Ну, а Раскольников, конечно, он видит насквозь этого персонажа, потому что Лужин это, ну, я так его называю, лжепророк номер два. Первый лжепророк у нас был Мармеладов, да, вот ему отдельная серия уже была посвящена. А Лужин это более гадкий лжепророк. Потому что Мармеладов, он, ну, в чем лжепророк? Он в каком-то смысле, ну, неплохой человек, вот так можно сказать. Ну, из того, что мы о нем знаем, у него все-таки, получается, сердце есть, а воли совсем нет. Ну, и оправдать такого человека сложно, потому что он слишком добрый, вот не может сказать нет, вот поэтому, да, и вот так вот. Не, тут больше подходит такой классический взгляд, вот мы, например, можем даже христианский взять взгляд, когда порок расросся настолько, что он подмял под себя человек. Порок им властвует, и человек все равно в любой момент он может начать путь избавления от порока. Ну, это огромный труд, огромная работа, но он уже и не хочет. Потому что в видео о романе Данила Андреева «Странники ночи» там вот я приводил историю, как к одному какому-то, там, православному светочу, пришел инок молодой, и что-то они заговорили о пороках, о природе пороков. И старец, объясняя, такой пример привел, ну, растение вот есть маленькое какое-то, растет росток, тебе его легко вырвать, ты сможешь его вырвать? Да. А вот дерево какое-то там мощное, там, дуб или еще что-нибудь, сможешь вырвать? Нет, уже не смогу. Потому что вот так же и порок, когда он пустил корни в сердце уже глубоко, все тоже не росток, который на начальных стадиях еще можно вырвать, а вот такое вот, то ты уже его и не вырвешь. Ну, просто так, по крайней мере. Тут уже нужна помощь серьезная. И когда ты уже настолько вот сам добровольно отказался от своей воли, от своего права, все это делегировал пороку, и он уже из своего сердца настолько произрос, вот этот дуб огромный, вот как горизонтально, да, из сердца торчит, что ты уже сам, вот ты не можешь нормально ходить, постоянно вот тащишь впереди себя, или задом пятишься уже по жизни, чтобы тянуть этот дуб огромный, корни в твоем сердце, да, который пустил. И дуб уже тяжелее тебя, и вот даже, ну, как физики, такое понятие центр масс. Ну, вот я сейчас стою, у меня центр масс, ну, где-то в туловище, там, вот так вот будет, да. Если я наклонюсь, ну, он там же, но вот мне поэтому равновесие сложнее держать. А здесь, представьте, весь центр масс уже в этом, в дубе. Он намного тяжелее человека, в пороке. То есть человек уже, вот, свое «я», как он себя чувствует как личность, он уже вот в этом. Но также человек во что угодно может, да, вот свое ощущение «я», свой центр перенести. Сам уже Мармеладов, а как ему измениться? Он уже, он и стал, вот все, это в нем говорит, человек практически исчез. С нами говорит его устами вот сам этот порок. Вот это вот Алкомен с нами разговаривает. Через Мармеладова, через других, ну, и так далее. А Алкомен уже, да, как одна из апостаси Диалова. Все, капец, Тимар с нами разговаривает. Хотя сам Мармеладов наверняка неплохой человек был. Ну, по крайней мере, он вот не такой, как Лужин. Лужин – это чисто эгоист, расчетливый, которому вот своя рубашка ближе к телу, это вот про Лужина. А Мармеладов, он же и на Екатерине Ивановне с жалостью, да, женился. К детям он нормально относился, мелких этих, маленьких учил там. Это же не его дети, его только Соня, дочка. А у Екатерина Ивановны трое детей. Мальчик и две девочки. Старшая, по-моему, Полечка, да, и маленькая Лида. И между ними мальчик. Ну, по возрасту. Вроде бы так. И Мармеладов их там то грамоте учит, чему-то там еще. Какие-то гостинички стараются припереять, да, ну и так далее. Даже дети понимают, что Лидочка у него там любимица, ну, потому что она и маленькая самая, и болеет, потому что, да, вот. Ну и так далее. Ну, блин, это пьянство, это, короче, капец. Всю семью под откос. А Лужин, это немножко другой случай, да. Это уже трезвый, расчетливый человек, можно сказать, то, что в народе называется бессердечный. Которым владеют тоже идеи, идеи, как и Раскольникова. Нового времени. И одна из таких идей, ну, Лужин рассказывает свою, ну как, это такие идеи обожественные, да, отрицающие божественные, атеистические были. Продвинутые, материстические, прогрессивные, как их еще назвать. Ну и так далее. Что хотим нормально жить, нужны нормальные полиэкономические реформы. Хотим то, надо то, да. А вся вот эта вот, эта евангельская история, и дальше Лужин рассказывает вот эту уже хрестоматийную свою притчу, притча Лужина о разорванном Кафтане. Это он отсылается, ну, там постоянно идут отсылки к Библии, потому что, ну, там, по-моему, или это Иоанн Креститель, или кто-то, он говорил, что если у вас вот есть, ну, две одежды, то одну отдайте, ну, неимущему, нищему, да, поделитесь. А Лужин это возводит уже, как сказать, ну, в максимум. И говорит, что мне говорят, возлюби ближнего, и вот поделись с ним, кафтаном с вами. То есть, вот у меня есть кафтан, но он у меня один. Он меня греет, меня украшает, защищает. А надо поделиться с ближним. Но если я этот кафтан разорву, то получится, ну, два голодранца. Вот, вот и вся вот эта ваша заповедь. То есть Лужину, эта заповедь неудобная, возлюби ближнего. Поэтому он умственно ее доводит до такого абсурда и озвучивает, да. Ну, что это такое? Наоборот, наука, современная мысль прогрессивная говорит, возлюби прежде всего самого себя. Потому что вот позаботишься ты о себе, если у тебя будет достаток, довольство, и тогда уже от избытка ты сможешь и другим помогать. Да, автоматом другим просто станет лучше. Сначала твоим близким, родственникам, ну и так далее. И если каждый будет этим заниматься, да, все больше и больше очагов достатка будет возникать, ну, это и понятно. Эта мысль Лужину удобная. И он, конечно же, не, как он, не идеолог, как вот Раскульников, например, а он именно такой вот, кому удобно так жить, то есть высокой идеей, ну, примазаться, словно, к высшему обществу, которое там занимается, великими идеями. И такими идеями, ну, все, и удобно жить. Не надо заботиться о себе, ни с кем не делишься. И не потому, что ты плохой человек, а потому, что, ну, за этим есть некое обоснование. Практически научно-философское. Вот такой вот этот тип Лужин. А Раскульников насквозь его видит, ну, и смешно, да. Прямо говорит, так это ж вот по-вашему, по-вашей же теории можно людей резать. То, что и сам Раскульников сделал. То есть Раскульников, как опытный мыслитель, понимает, что Лужин по верхам плавает, если продлить все его мысли, ну, которые там озвучивают в комнатке, пока не общаются, это будет ну, то же самое. Можно дойти до того, что вот, ну, каких-то плохих, как представителей нашего общества, да, еще что-то, просто повырезать, да, и все. Лужин, естественно, нет-нет-нет, одно дело экономическая мысль, да, и зачем, во всем мера, ну, и так далее. В общем, такой вот он тип. Абсолютно поэтому Раскульниковы ненавистны. Кажется, они в чем-то похожи, оба прогрессивными мыслями заняты, но в этом и разница. Они даже одними идеями могут быть увлечены, но Лужин эгоист, а Раскульников альтруист. Вот по своей природе. Это не значит, что он не поступает иногда эгоистично и не думает о своих там близких и так далее, но по своей природе. По своей природе Раскульников, он в этом плане, ну, действительно, как страшный человек, страшной силой человек. Он вообще не о себе думает. Даже весь этот его эксперимент, это на самом деле, я считаю, примитивно думать, что вот он, вот эта тля позорная, захотела понять, вот он сверхчеловек, да, он вообще, или вот, ну, или ветошь, тварь дрожащая, или вот он как Наполеон. Нет, Раскульников, он посильнее фигура. Он просто на себе такой эксперимент ставит. Он понимает, что это, ну, так, любой, в принципе, может человек, но да не любой сдюжит. Ему не нравится, как мир устроен. То есть он, в принципе, озадачен мироустройством в своих мыслях. И идя на такой страшный эксперимент, это он, ну, как, это не личностный мотив. Что, о, я надеюсь, я крутой. Бах, там, зарубил, блин, ну, я точно крутой. Это не серьезный подход, на мой взгляд. А зачастую так, я думаю, этот роман иногда и воспринимается. Ну, что это роман, ну, да, философ-убийца, ну, вот он хотел проверить и просто убил. И вот это мое видео, оно направлено, вот, ну, как, не против таких мнений, а я развиваю свое мнение, что Раскульников это вот настоящий бог войны. Мы себе как обычно бога войны представляем? Ну, какой-то Марс, Арес, там, да, красный весь, там, с мечом, с этой, с зарубок, кровь течет. Но он все равно и мастер и стратегии, и тактики, конечно, иначе это просто пушечное мясо, да. Потому что центр принятия решения, он-то холодный, рассудочный, нужно стратегию хорошую, далее тактику, и так далее. И тогда уже в бой, да. И может показаться, а Раскульников, ну, это, может, рохля какая-то, действительно, тварь дрожащая. А это обманчивое впечатление, я уверен. Я убежден, что это обманчивое впечатление, потому что мы Родиона встречаем, ну, в непростой период его жизни. И он постоянно, вот, ну, сомневается, мучается. Вроде такое, не волевое, не мужское поведение, кажется, да. Вот он лежит, и вот там, разумихин с ложечки кормит, ой, хочу, не хочу, утопиться, не утопиться. Ну, и это бог войны, вы что, серьезно, да? Серьезно. Серьезно. Ну, давайте пока вернемся, значит, служенным. Завершим. Ну, все, читайте роман, да, вглядывайтесь, ну, уже пророк номер два. Появляется, и опять вот, заповедь, возлюби ближнего своего, искажает на антизаповедь, возлюби самого себя, прежде всего. То есть, теория разумного эгоизма. Ее, по-моему, и Чернышевский тоже развивает, да, вот эту теорию, исследует своим романом, что делать. Поэтому Достоевский тоже тут, видимо, откликается на этот роман, как, ну, как писатель, да, который не просто пишет какую-то историю, но и полемизирует со своими, как это, современниками. И, конечно, сейчас, вот и получается, кто, когда мы плохо учимся в школе, да, вот нам теперь это заново, словно бы, глазки открывают. Это сейчас тоже очень популярно. Сейчас вообще время лужина, на мой взгляд. И сейчас развивают эти идеи, вот, разумного эгоизма. В любой сфере, даже в религиозно-мистической. Там, знаете, сейчас хватает кучу вот этих квази-эзотериков, значит, которые любят такие мысли и на фоне Нью-Эйджа, ну, что человек все делает для себя. Вот, он хочет там кого-то просветления достичь, ну, потому что это ему как удовольствие, для себя. Ну, и вот такие вот какие-то банальные, очень примитивные, то есть низкий уровень мысли. Не то, чтобы это было неправильно, да, это просто так примитивно, что да возьми ты вот что делать, да возьми ты преступление и наказание, внимательно почитай и пойми, что ты в школе просто вот клювом прощел. А теперь тебе кажутся вот эти идеи разумного эгоизма хорошими, ну, потому что тебе это удобно, как и лужину, да, или другие какие-то идеи, а то до тебя умные люди об этом не подумали, да. Но есть такая просто обманчивая, когда ты не образован, у тебя может быть такое обманчивое в голове представление, что что-то серьезное тебе могут поведать только ребята какие-то, которые челмой там обмотались, назвали себя гуру или какие-то представители, вот, ну, вы поняли, да, из серии, они там в себя заглянули и познали мир, и сейчас нам расскажем, да, а это вот, знаете, писатели, которые художественные романы писали, это так все, несерьезные люди, слабые мыслители, или даже наоборот, мыслители, может, они и сильные, но они же, ну, несчастные люди, что они могли понять в этой жизни, каких прозрений могли достичь, а вот сейчас мы увидим с вами, почему Достоевский, он в каком-то плане сильный провидец, настолько сильный, что он может и сам иногда, знаете, как вот Пушкин, да, когда он написал, закончил, только я забыл, что, это Евгений Онегин он закончил, или что, когда Айда Пушкин, да, Айда Сукин сын, сам от себя можешь не ожидать такого, ну, это свойственно, поэту, писателю, ты вот достиг в какой-то момент такого, такого прозорливости, такого проведения, что ты даже, может быть, умрешь, а только после твоей смерти мы поймем, что ты смог описать, до чего ты смог досмотреться, в человеческой ли природе, или же в будущем, который нас всех ждет, род человеческий, ну, как и Ницше, вот все такие сильные мыслители, да, это же, это же грань провидца, по идее, в ветхозаветные времена такие бы люди пророками были, ну, их бы называли потом пророками после их смерти, а сейчас современный мир, ну, зачем, к чему это все, вериги, пророки, ну, займись делом, книжку напиши, да, придумай что-нибудь интересное, ну, ну, вот, так что, ладно, с Лужиным мы разобрались, это лжепророк номер два, мерзкий тип такой, такой ментальный уже лжепророк, этот, по эмоциям больше, да, вот, мармеладов, эмоционально чувственная, такая сфера, вот эта, алкосфера, алкоглобус, а Лужин, это уже трезвый, холодный расчет, но Раскольников его поэтому на дух не может переносить, потому что идеи красивые, а просто сидит эгоистичное чмо, которое и невесту Дуню, почему выбрал, потому что она, ну, нищая, потому что она будет ему всю жизнь, по крайней мере, должна быть благодарна, что он ее вытащил из этой грязи, ее мамашу и, возможно, ее братца, еще и приголубил, да, ну, приголубил, как это, в значение этого слова в 19 веке, а то сейчас в 21 веке, знаете, слова, это наменяют свое значение, то есть, ну, взял на работу себя в контору, да, и так далее, а Раскольников, он вообще, он таких мразей ненавидит, вот он же видит, ты просто о своей рубашонке трясешься, о своей только личной выгоде думаешь и прикрываешь и такими-то идеями, не личностными, да, мировыми идеями, ну, смешно, а Раскольников нет, он прям, это настоящий идеолог, очень опасный человек в этом плане, но об этом чуть позже, потому что далее нас ждет, ну, понятно, что событий в романе много, третье, десятое, все это интересно, все замечательно, но следующая у нас значимая встреча, это уже заметно, потому что когда Раскольников наорал на Лужина, иди вон, еще слово, да, моей маме все скажешь, спущу с лестницы и так далее, пошел прочь, хотя понятно, что все его семейство Раскольников, оно зависит сейчас от Лужины, и даже те деньги, что сейчас лежат у Раскольникова на столе, это вот благодаря тому, что его мать и сестра унизились, а он, да, их единственная надежда, потому что он умный, они его пристроили в университет, он сейчас отучится, если не будет дурить, найдет работу нормальную, и с его умом он далеко очень пойдет, и он вытащит всю семью из нищеты, но, как это часто случается с юношами, он попал, как мы в первой серии с вами говорили, в плохую компанию, самое худшее, что может случиться с юношей, когда ты попадаешь в плохую компанию дурную, и есть плохая компания, которая состоит из людей, а есть еще даже более страшная, которая состоит из плохих идей, ну, дурных идей, опасных идей, вот Раскольников попал именно в такую, это страшнее тем, что все это происходит в его голове, и со стороны сразу это можно не заметить, потому что, когда человек проводит время с другими людьми, вот у них там плохая компания, ну, это очевидно, он где-то там пропадает, что это как-то видно по нему, слухи доходят и так далее, а опасные идеи можно просто вынашивать в голове, и ничего ты не сделаешь, человек, ну, посадили вы Гитлера в тюрьму и дальше что, ну, посадили вы Ленина в тюрьму и дальше что, для идейного человека неважно, он в гамаке, в комфорте, там, на побережье качается, или он в остроге, или в тюрьме, он по-прежнему, пока он жив, он очень опасный человек, для кого-то, прям для каких-то кланов, стран, мироустройства, потому что он может взять и все это изменить, просто от того, что он сильный мыслитель, ну, естественно, и горячее сердце, да, поэтому он станет каким-то вождем, вот этим революционером, опасная тема, а у Раскольникова сердце горячее, мы это видим, он хоть и максимально отстранен, холоден, и себя на это настраивает, но, забегая опять же вперед, как он среагировал, когда Мармеладова сбили лошади, как он действует, да и до этого, как он вот эти деньги пихает, как он, ну, не может, в нем сострадание постоянно пробуждается, конечно, это все так красиво подано, нарисовано автором произведения, ну, Федором Михайловичем, что понятно, что его штормит, иногда он некоторые поступки делает, ну, просто вот от смешанных чувств, но, зная его прошлое, как он там, который из снов мы узнаем, его детство какое-то, ну, мы понимаем, что это классический человек, сильный интеллект, это будущий идеолог, и пылкое горячее сердце, неравнодушное к горести этого мира, к несправедливостям этого мира и прочее, именно поэтому он орет на Лужину, казалось бы, такой расчетливый умный человек, вот Лужин он не орет, он зашел, даст, вы что себе позволяетесь, а Раскольников прямо орет, иди вон, то есть это прям вот, не просто революционер, да, это прям, ну, как сказать, ну, кто во главе революции может стоять, настоящий, в общем, всадник апокалипсиса у нас лежит, вот это валяется, стонет, сам не знает, что он хочет, да, вошь я или человек, с ложечки его там кормят, а это очень страшной силой человек нам валяется, и поэтому, если такой человек пойдет по скользкой дорожке, то и нас он всех туда затащит, сумеет по хорошей дорожке пойти, и нас туда улечет, ну, нас, общество, и вот, когда он прогоняет Лужина, все, начинает и уже поворачиваться к Разумихину, Зосиму и говорит, и вы все, я вас всех не боюсь, все, он входит в режим Гамлета, идите вы все нахрен, короче, видеть никого не хочу, хочу быть один, все сваливают, обсуждают там это тихо, перестраивают стратегию, как дальше заботиться о Родионе, а Родион, когда видит, что все, есть момент, улизнуть, он быстро встает, деньги, костюмчик, и покидает дом, потому что он понимает, все, хватит, это нужно как-то кончать, мы немножко, он не говорит это явно, но по его обрывкам мыслей, словам, поведениям, мы понимаем, что он как-то хочет это разрешить, возможно, хочет просто пойти и сдаться тупо, чтобы вот больше дальше так не мучиться, вот, или прийти в контору, в полицию, и прямо сказать, привет, между прочим, это я, ту-ду-ту-ту, пуу, то есть превратить роман в яролаж, и все, помешать автору написать дальше интересную историю, ну, что Раскольников удумал, в общем, сам не знает, или из дальнейших, тоже его поступков, мы понимаем, что он, в принципе, его так штормит, что, в общем, или пойти в контору сдаться, да, или самоубийство, вот что-нибудь такое, но это надо однозначно решить, потому что больше так мучиться невозможно, в этом бреду, в горячке, действительно ли он этого хочет, потому что он действительно в бреду, действительно в горячке, просто психика сейчас разорвана, всем этим страшным поступком, расхристана, и поэтому вот такие эти фрагменты, один того хочет, другой того, тут он может и посмеяться, улыбнуться Раскольников, что-то теплое вспомнить, тут же погрузиться, кричать, вы оставьте меня одного, в общем, свою вот такую убийственную Голгофу там проходит, внутри себя, ну, или анти-Голгоф, как со знаком минус Голгофу, и здесь он, когда выходит на улицу, сначала, по-моему, он подходит, насколько я помню, как раз мостом, через речку, ну, Канава, в Питере, и он смотрит на воду, видимо, и не против бы сам туда занырнуть, может, он это еще не обдумал, так, ну, на уровне ощущений, как тут перед ним одна женщина пьяная, она даже на него посмотрела, но она, глаза стеклянные, она его и не видит, он пока смотрит, ну, что ты от меня хочешь, да, она уже через перила, и бух-бух туда в воду, бултых, в грязную водищу, и плывет, Раскольников просто в шоке, смотрит на это, смотрит, она плывет, плывет Кокофелия, а ее дальше уже там баграми, крюками, канатами, я не помню как, ну, кричат лодку, лодку, вытаскивают ее, причем я почитал, там, хорошее, как издание у речи, там, нормальные эти комментарии, да, по делу, ссылки все по делу, я оттуда узнал, что, можно сказать, ну, что-то тут Достоевский вот прям накручивает, да, вот только ты вышел, и чисто случайно рядом с тобой бросаются в это, чтобы ты понял, что, ну, что-то так, я не хочу свою жизнь заканчивать, и так далее, а оказывается, это будни в Питере были, там, в газетах того времени, там, случая три только, вот, легко, то женщина пьяная, там, бросилась, ну, все в основном пьяные, то финн, без документов, из Финляндии, то, ну, военный какой-то, или офицер, или кто-то там, молодой, тоже нажравшийся, там, ну, у каждого какие-то свои беды, и там, кого на лодке, кого крюком, кого багром, кого канатом спасали, кто-то там, может, не успел, утонул, но, то есть, это, в принципе, ситуация рядовая, понятно, что это, словно бы, такое совпадение, что рядом Раскольников сам об этом думает, и тут же, ну, неудивительно, происходит генератор мысли о суициде, или ощущении, и тут же рядом еще один человек с таким же, тоже генератором этого, они как магниты, да, друг к другу притягиваются, болт их, но Раскольников, поскольку все-таки не дюжа ума человек, он понимает, что это, это просто даже как-то грязно, отвратительно, это точно не то, чем он, как он хотел бы закончить, и тут, в какой-то момент в его мыслях еще, такую он им историю, рассказывает Раскольников, но себе, и через роман «Лжанам», о каком-то человеке, которого приговорили к казни, и вот он, молился, не молился, я не помню, но он понял, что вот, если ему дадут, хотя бы вот, на высокой горе небольшое пространство, вот только чтобы ногами встать, и все, и вот так вот, и стоять под дождями, и ветрами, всю оставшую жизнь, то он бы выбрал это, вот, ну только, не убивайте меня, пощадите жизнь, вот я готов и так жить, лучше так жить, чем умереть, хоть на одном, вот этом, о аршине, или как там описано, стоять, и все, но жить, и там пропасти, буря, море, шторм, а может где-то солнце, вот и все, но лучше так, чем смерть. Есть интересный анализ, это тоже отсылки, словно из разных произведений, где-то там у Золя, похожие вещи говорил там, герой, то ли священник перед тем, как сброситься, то ли что-то такое, в другом месте так, в третьем сяк, но это вот такая переработанная, выдуманная такая художественная версия, и Раскольников просто говорит, где-то я помню читал, то есть нет такого конкретного произведения в нашем мире, где прям то же самое можно прочитать, но Достоевский скомпилировал для своего романа, очень классный получился, насыщенный образ, что Раскольников чувствует, что, блин, жить-то тоже хочется. Я вот не помню, в какой момент он это почувствовал, возможно, впервые у него эти мысли все-таки после, ну, после помощи семье Мармеладовых, он окончательно поймет, что он живой. И тогда, конечно, ну, тогда он уже и скажет, а я на Аршин был готов согласиться, ну, на маленькое пространство, ну, в Астроге, в Каморке, да, где-то у тебя будет место, но зато ты будешь живой. Это лучше, чем самоубийство. А тут он, ну, после уже в конце крылья расправляет, какой Аршин, какой это, весь мир нас ждет, да, еще поборемся, еще померяемся с силой. Ну, тоже немножко вперед забегаем. Вот происходит раз, событие, да, нет, это я, по-моему, ошибся. Ну, не ошибся, в смысле, в хронологии. Когда Раскольников вышел, потому что, да, по-моему, сразу после вот этого утопления он и слышит, он опять хочет пойти в контору, ну, может быть, сдаться или еще что-то. И тут слышит, как кого-то сбили, убили, что-то произошло. Идет там мармелада, она находит сбитого. Значит, он, наверное, сначала в этот хрустальный дворец заходит, кабак, заведение какое-то, где он встречается с Заметовым. А Раскольников по убийству. Ну, про бабку, что там, как расследование. Заказал кипу газет, сидит, листает. А Заметов там в компании с шампанским накачивается, увидел и решает подгрести. Привет, так сказать, как дела? И вот здесь-то мы с вами и понимаем, при встрече Раскольникова и Заметова, если до этого мы не замечали, то теперь в самую впору заметить, что Раскольников это вовсе не рохля, не ветошь. Это не какой-то человек, утопающий без конца в сомнениях, нерешительный или там сжиманный или женственный или какой угодно, это просто настоящий хищник. Прямо с большой буквы. Как из американского фильма «Хищник». он просто начинает прессовать этого Заметова по-черному. Ты только подошел поздороваться там, ну, не знаю, добрый день или как там Заметов сказал, здравствуйте, так сказать, да, еще что-то, а тебе уже через слово «А может, это я старуху убил?» И вот этот пристальный взгляд. То есть, такой бокс пошел, что Заметов, ну, там, нокдаун за нокдауном. Когда они закончили, Заметов просто вот он уж в восторге остался. Потом пьяный Разумихин позже проболтается, что Заметов теперь так и говорит всем, да я и мизинца, и кончик и мизинца этого человека не стою, то бишь Раскольникова. Потому что Раскольников сразу начал как в шахматы. Конечно, Раскольников он сейчас в воспаленном состоянии, поэтому его тоже немножко заносит, ему же мерещится, что прям вот Заметову не имется, у него как паранойя, да, что он подозревает Раскольникова, что он хочет узнать, что он именно читает. Хотя Заметов просто подошел, ну, что там, здравствуйте, да, так сказать, не ожидал вас тут увидеть, слышал, вы больны. Что, газетки читаете, да, а Раскольников уже «А, признайтесь, а вам интересно, да, вот интересно же, что я читаю». Да нет вообще-то. И понятно, что, ну вот. То есть, конечно, это хищник в таком еще воспаленном состоянии сознания, но здесь мы с вами начинает проскальзывать натура Раскольникова. Мы же с вами, понимаете, его не знаем как человека. Что-то нам показали кусочек из детства, но основную часть романа, ну, как вот, первую, вторую мы читаем, мы видим Раскольникова, да, он решился, да, он убил, это тоже все равно, хотя поступок ужасный, но это нужно решиться, нужна воля и так далее. И, конечно, мы все равно большую часть времени его видим, ну, вот он, словно, утопает вот этих, в нерешительности, в сомнениях, сам себя, вот в этой, как сейчас говорят, в саморефлексии, да, или саморефлексии не бывает, просто рефлексии, не, ну, рефлексия какого-то человека, да, он рефлексирует, а я самый, не, ну, а я рефлексирует, да, короче, вообще без разницы, дебильное слово, просто без конца предается, вот, размышлениям, о своих собственных поступках, самокопанием, вот, без конца занимается самокопанием, где-то чуть-чуть самобичеванием, какая рефлексия, да, ну, слов нормальных нет, еще какой-то есть, кстати, у нас, самокопание, самобичевание, мне кажется, еще что-то типа самокопания, вот таким, с более, как раз, негативным уклоном, что самоедство, да, самоедство, вот, чем он занимается, какая рефлексия, уже от этой бусурманской речи уже утомляешься, хоть слова-то и заимствованы, да, но намного легче, когда слово, оно самоговорящее, не всегда возможно, но если есть такие слова, как самоедство, самокопание, да, самобичевание, ну, это же блеск, так что, вот в этой, в этом, не знаю, как сказать, это не диалоги, в этой, в этой, в этой битве на ринге, Раскольников, просто настоящий хищник, и причем, видно его сила интеллекта, потому что он, хоть и в бреду, хоть и у него и там паранойя, и так далее, ему слишком много чего кажется, он быстро Заметова в тупик ставит, ну, как в шахматы, шах и мат, шах и мат, постоянно шахует, шах, 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 шах и мат, шах, шах и мат, он, как это, порхает, как бабочка, жалит, как пчела, а Заметов просто, он не ожидал такого, потому что Заметов первый раз, Раскольникова видел, на своем поле боя, на своем поле, где Заметов, там царь и бог, ну, он всего лишь письмоводитель, секретарь, но пока нет его начальства, он, ты от него зависим, да, ты вот пришел, вот это с бумажечкой, здравствуйте, что, что мне делать, а, тебе начинают, а, а, что вы, вам когда велено, то, все, да, третий, десятый, а по какому вы делу, ну, ждите, ну, то есть, бюрократия, чиновники, да, все такое, там он царь и бог, такой, он помаженный, с перстнями, он же косит, как под богатых, под думающую богатую элиту, ну, такая мода, там, он весь следит за собой, этот Заметов, да, у него там перстеньки, все, пальцы ухоженные, там, нежные, на пробор, ну, все, как тогда, состоятельные люди, сам-то Заметов, понятно, еще не богатый, или как несостоятельный, невлиятельный, но он к этому явно стремится, вот, как заискивает, что ли, перед высшим обществом, натура его такая, да, ну, не значит, что он плохой, неплохой, там, больше он над ним, автор, вот, Достоевский, словно бы иронизирует, да, ирония, это не такое, вот, мудило, как Лужин, но, о нем потом, молодой парень, нам, 22 года, понятно, что уже, по ходу, взяточки берет, там, на своем месте, но Разумихин на это, как это, прощает, Разумихин прощает, Заметову, такие делишки, какие-то даже его плюсы, иногда выделяет, ну, и так далее, и так далее, еще это, думаю, Заметова, как-нибудь, к нам он еще, на наши орбиты вернется, а здесь, ну, здесь главный герой Раскольников, просто в красном углу ринга, там, постоянно молотит, это под дых, потому что, признаетесь, да, ну, это же похоже, что я, да, старуху убил, да, не, я, нет, нет, ну, не верил, не подозревал, да, да, рассказываешь ты мне, и через какое-то время, Раскольников еще ему, ха, начинает рассказывать, как бы он сделал, если бы убил, и прямо рассказывает, как он и сделал, что он золотишко припрятал, там, под камень, ну, потому что речь пошла, что такие грабители, частенько на этом и срезаются, может, они умно все хитро сделали, а потом начинают тратить деньги, и все, ну, их берут, откуда ты взял деньги, а Раскольников объясняет, как бы он сделал, закопал, закрыл камень, и год-два еще, может быть, не ходил бы, и как бы разменивал, если деньги, 5000 рублей, он объяснил, я забыл этот пример, кто там, так, а, они обсуждали фальшомонетчиков, там, много, тоже, тогда в Питере было фальшомонетчиков, и там, ну, был момент, тоже психологический, кто-то пришел 5000 разменивать, и что-то там, или убежал, или быстро схватил, не пересчитывая, обычно люди пересчитывают, когда такую крупную для них, ну, разменивают, это огромные деньги, 5000 рублей, а Раскольников говорил, тоже психологию, как он бы сделал, что, если бы он знал, что это фальшивомонетчик, то есть Раскольников критиковал, там, как не артель, появилась, как целая гильдия фальшивомонетчиков, и какой-то дурак, их предводители, несколько, они просто набрали, там, 50 человек, ну, это же, в таком предприятии, ну, 2-3, кому мы можем доверять, или мы чем-то связаны, страшной тайной, да, чтобы друг друга не выдать, а тут 50 человек, один пойдет, напьется, все проболтает, и хана всему делу, и они нанимали многих людей, чуть ли не с улицы, кто именно, мы напечатали, а ты пойдешь в банк, да, и попробуешь, ну, в банк, или где там тогда, еще куда, и попробуешь разменять эту купюру, сделаешь вид, что ты просто пришел поменять, и так далее, и так далее, и нужно, ну, классно отыграть эту роль, Раскольников объяснил, как он бы эту роль отыграл, естественно, он сказал, что он бы вообще такой клоунады, не устроил такого предприятия из 50 человек, это же, оно обречено на провал, то есть здесь мы видим, что Раскольников, он именно не углублен в себя, что он там только в себе, там, вовсе, или человек, как мир устроен, не, он анализирует мир очень активно, хорошо думает, как какое дельце можно сделать, провернуть, то есть это, это говорю, это, ну, это просто революционер в Кубе, это очень, очень опасный человек, ну, может быть, ну, это, как нож, да, можно хлеба нарезать, а можно, извините, как говорится, так, что хорошенько, он метелит, заметов, осыпается, вот это, как облицовка, да, кирпичи проступаются, кирпичи судьбы, кирпичи натуры, а Заметов, ну, молодой парнишка, 22, он, на самом деле, и в чем-то и восхищен, потому что, понимаете, ну, не каждый день ты встретишься, вот, действительно, с умным человеком, а Заметов, получается, мы еще посмотрим, да, насколько он уже вступил в контакт со следователем, с Порфирием, потому что он, по-моему, будет пытаться, да, подражать или что-то такое, в целом, в размышлениях, еще с чем-то, все они между собой знакомы, вот как раз у Розумихина собираются они на квартире скоро, он их приглашает, потому что этот следователь, ну, как там, по-моему, пристав следственных дел, или как-то так, да, тогда это называлось, ну, по-простому, следователь Порфири, он какой-то дальний родственник Розумихина, и так далее, и поэтому, Заметов, он уже имеет, да, опыт, вот когда перед ним умный человек, который может вот интересно мыслить, расследовать дела, вот, ну, как в шахматы интеллектуальной игре, и тут рядом с ним вот так, просто ты зашел, там скучно, ну, выпивал он с кем-то шампанское, да, вот в этом, в хрустальном дворце, ну, в этом заведении, ну, все, бла-бла-бла, там, про пожары, про фальшивомонетчиков, а тут ты сел за стол к Раскольникову, и за одну-две минуты получил просто, такую, ну, там, Майк Тайсон интеллектуального мира, и психологизма, потому что он так объяснил по психологии, как правильно сделать, что, конечно, сам Раскольников немножко там, ну, на такое дело впервые пошел, да, поэтому, не все хорошо сделал, но как он мыслит, как он фальшивомонетчиков разобрал, как, это просто, ну, ладно, одна-две минуты, ладно, это в кино так показывают, ну, за пять минут, это просто буря, причем он запугал, он в глаза смотрел, да, а может, это я старуху убил, ну, я все пересказывать не буду, в общем, мастерской, мастерский Раскольников напрессовал за Метова, и Раскольникову нравится играть, как на ножах, да, он уже фехтует, он как Гамлет, он хочет всех, короче, всех вот покрошу, порешу, потому что, ну, он жизнь чувствует, на острие он снова, то есть, это говорю вам, это хищник, это не фермер, по своей натуре, по природе, это как в сериале Lost, вот был у Джон Лок, там, охотник ты, да, или фермер, он всегда себя считал охотником, а один агент ФБР, ему говорит, да, нет, ты фермер, поэтому ты в меня не выстрелишь, я выстрелю, я охотник, нет, Джон, ты не охотник, а Раскольников, это просто настоящий хищник, это терминатор, просто у него своя жизнь, свои периоды, сложные для него, но его натура, это вот, то, что мы видим, она иногда вот прорывается, что в Лужину, когда он нахрен посылает, причем Раскольников, понимаете, сразу натуру насквозь видит, все идеи, что Лужин продвигает, все для него, это просто детский сад, там потом Разумихин, с ним по-моему разговоре, и говорит, ну, когда о враче Зосиме, что ты же и умнее его, там, ну, раза в три, как говорит Разумихин, понятно, что в их окружении, они есть-то умные ребята, но Раскольников, он очень умный, человек, и в общем, нормально он отметелил этого, он его вот даже называет воробушком, а тот тоже не ожидает, потому что в конторе Раскольников приходил, там еще там разыгрывал, ему понравилось Раскольников, врать, лепить какую-то хрень на ходу, там, я там, если бы надо, принесу извинения, я ведь то-то, там, насочинял, что да я вот там, подкатывал, там, жениться хотел на это, или что-то там, обещал жениться, да, на дочке-хозяйке, поэтому она на меня эти долги, там, короче, прислала обида, ну, весь этот цирк, который он такой робкий, лебезящий немножко устроил, типа, вежливый он такой, интеллигентный, но немножко вот и с натуры, гордость, в общем, просто он там поактерничал, театр устроил, и я думаю, Занятов, когда подсаживался к Раскольнику, примерно этого ожидал, ну, такой робкий немножко студентик, но о нем очень интересно рассказывал Разумихин, а Разумихин-то и очень интересно рассказывал о Раскольнике, потому что он лично знает Раскольникова, и они уважают друг друга, ну, товарищи, то есть это два характера, которые подходят, могут понять друг другу, величину друг друга, и им поэтому комфортно дружить, да, и все такое, имея в виду Разумихина и Раскольникова, и поэтому, конечно, Занятов подсаживался, он же помнит впечатление все равно от Раскольникова в конторе, ну, а Разумихин сказал, что ну, интересный там человек, ну, приболел еще, сейчас дай-ка сяду, что там, то есть он уже знает так, ну, что там, газетки, да, читаем, и тут такой пошел пресс, когда ты уже просто сидишь там, не знаешь, что сказать, а Раскольников опять, ну, и что, теперь-то верите, да, что это я убил, считать мне, он такой, нет, теперь уж и пуще прежнего, да, не считаю, а пуще, так получается все-таки считал, да, и вот такие простые интеллектуальные шахматы психологические, то есть Раскольников как раз в пору следователем быть, не зря он у юриста учится, ну, или прокурорчик, адвокат, ну, во всей этой теме он бы себя очень сильно проявил, ему, конечно, было это было мало и тесно, но он сразу понял, что ему мало и где ему тесно, да, и опасными идеями увлекся, ну, Раскольников все, ладно, мне пора, чео пока, а, еще встает и говорит, смотри, кстати, и одежка-то новая, и деньжатки-то у меня, да, чаевые там мощнейшие бросанул на наводку пацан, там официантику, а, денежки-то вот они, и как царь пошел, ну, это доказывает, что откуда ты деньги взял, они же об этом говорили, что обычно грабят, потом не знают, куда деньги спрятать, делать, смотри, сколько улик, да, то есть Раскольников на острие, ну, и может показаться, что это словно русский гамлет, хотя гамлет, ну, по-разному его можно интерпретировать, кто-то тоже думает, что это вот такая рохля, унылая, ну-ну-ну, а кто-то, анализируя тексты, там, недостатки перевода, приходит к совершенно другому пониманию гамлета, но если брать гамлета Шуры Каретна, самый топовый гамлет, который все отрицал, так и говорил, в случае чего, идите в Сен-Ма, там, Розенкранс, Гейдлистерн подходит, говорит, гамлет, мы твои друзья, говорит, идите вы в Сен-Ма, все отрицал, в случае чего, так говорил, идите вы в Сен-Ма, вот, и Раскольников то же самое, творит чудеса, порхает как бабочка, жалит как пчела, на острие, и у него аж вот как вот, за отцов тогда, трясся, когда эти пытались ворваться в квартиру старухи, да, а он спрятался, засов закрыл, потому что дверь была открыта, он вовремя успел закрыть, там ломятся, а ему хочется иногда словечки какой-то сказать, и вот тут он тоже постоянно в конфликте, когда в прямом конфликте, в противостоянии, в схватке Раскольников и раскрывается, что как дело только доходит до схватки, у него нет желания там, да ладно, ладно, да че ты, а он прям нарожен, наоборот, ему это нравится, вот, ну, потому что это хищник по природе, интеллектуальный хищник, не вот этот кровожадный, примитивный, нет, он интеллектуальный хищник, который вот прилетает, поохотится, да, ну, это, ладно, шутки в сторону, и у него так же, как засов, вот там, скачет, за дверью скакал, так же и слово, знаете, тоже он во рту чувствует, как ему хочется, то язык замет его показать, то сказать, да это я убийца, то еще что-то, но это сдерживает, эту энергию, да, и она его заставляет танцевать, замет его, точечные удары наносить, к тому же ему вообще похрен все, он параллельно еще все реализме, когда все это реально нереально ему кажется, и он сам не против пойти, да, в контору, да и все, ладно, топиться не буду, да, пойду в контору и всем расскажу, кстати, о бабуле это я, ту-ту-ту-ту, пуу, в общем, замет остается в восторге, потому что не каждый раз встретишь такую сильную интеллектуальную, ну, личность, ты понимаешь, что Раскольников это глыба, это кремень, ну, нет, это кремень, это глыба, это человек глыба, просто посидев с ним 2 минуты, там, 3-4 за столом, ты понимаешь, вот это человечище, и мизинцы его, да, не стоят, или даже там кончика мизинца, не помню, в общем, понятно, что Заметов, конечно, это Раскольникову, ну, не оппонент, Раскольникову нужен кто-то, вот какой-то интеллект по силам, да, противостоящий, может быть, таким интеллектом окажется Порфирий, следователь, ну, это вот даже, вот это японское аниме, тетрадь смерти, это же такая упрощенная версия преступления и наказания, то есть тот же самый вопрос, можно ли убивать, да, и там уже явно показано, да, про Раскольникову это так явно не говорится, как там этот Кира, который с тетрадью смерти мог убивать людей, но он и хотел стать богом мира, потом, конечно, ему уже крышу поснесло, прям, ааа, тщеславие, ну, в этом плане тетрадь смерти, она, конечно же, попримитивнее, преступление и наказание, но там тоже она строится на борьбе, двух интеллектов, это именно интеллектуальная схватка, детектива Эл, и этого Кира, Ягами Лайта, парня, который из лучших побуждений начинает убивать плохих людей в мире, всяких преступников, гадов там, ну, очистить мир от скверной, чтобы было нормальное, хорошее общество, где людей не будут обижать, школьников не будут там каких-то, бить кого-то там, да, всякие хулиганы, ну, и так далее, и так далее. Никакой коррупции, ничего, только справедливое общество. Но вот такими методами. А детектив Эл, да, нам считал, что, конечно же, это неправильно, ты просто серийный массовый убийца. И вот возвращаясь, почему Раскольников, это, безусловно, бог войны, с моей точки зрения, потому что, ну, часто мы действительно себе воин, а кто такой воин, представляем? Ну, вот кто идет и сражается, берсер, викинг, там, и так далее. Но это же обычно всего лишь исполнитель. Ну, есть полководец, есть вообще король, да, то есть есть, если приказ умный, то есть воин, это по-простому тот, кто исполняет приказ. Но бог войны, как вот изображается мифологически, он все равно обычно, да, представляется какой-то, это такой все равно, словно, великий воин, но который, естественно, ну, а что ты пойдешь? Просто топориком махать? Ну, можно божественных сил добавить, да, так, что ты топориком махнул, и планета раскололась. Но по факту, это очень грубая сила, а побеждает, кто побеждает? Суворов, побеждает стратегия, тактика, гениальность полководца, побеждает ум в таких сражениях. Это тоже, ну, как шахматы, да, что ли. Это царство ума, царство интеллекта. Это совсем примитивные люди могли биться, там, дубинами, камнями, а дальше уже побеждает ум. И вот это и важно понимать, что иногда можно подумать, ну, какой Раскольников, там, бог войны, да? Там, он вообще так живет, что там, наверное, ни бицепса, ни трицепса, как говорится. И зачастую он тоже себя как-то ведет, да, так, где-то не идет на конфликт, где-то там, что-то вот, лебезит, словно бы там, как в конторе, да? Он не вваливается, как царь, просто, бог войны, да, должен эту контору с ног раскрыть, ну, с ноги, даже с первой повесткой. Че надо, мая, встал, да? А ты кто? А тебя и... бед, да? Кто я? Ну, это же именно детские представления, а сила Раскольникова, она как раз в интеллекте. И Раскольников, он, в моем представлении, здесь, он, в романе, вот, чем гениален этот роман, Раскольникова, это предтеча 20 века. То есть, вот эти мысли, вот эти идеи Раскольникова, это предтеча Гитлера, например. Это, знаете, ну, можно подумать, то есть, чем 20 век, вот эта кровь, которую мы все, ну, как род человеческий, умылся кровью в 20 веке, это же именно были, вот, страшные события, это именно война идеологическая была. Потому что англосаксы, они, я не знаю, всегда-не всегда, но они, похоже, всегда воевали именно на животном уровне. Ну, это просто господство, захват территорий, там, вы наши вассалы, да, а мы, Британия, морями. Ну, сейчас то же самое, США, это вот словно, как экономические войны. Ну, из-за интересов, из-за ресурсов, из-за денег, из-за рабсилы, просто потому, что мы крутые. А Гитлер, это совершенно фигура другого порядка. Это идеолог. Это, ну, а чем это отличается, вот эта идеологическая война, да, а так, ну, не знаю, как ее назовем, ну, такой более примитивный, ну, пусть даже будет, как экономическая, да, ну, за какой-то выгоды или господство власти, вот это все, такое, как животное царство, похоже. В идеологии, носители этой идеи той или иной или противоборствующих идей, они готовы на самопожертвование. И вот, чем это страшно. Потому что, когда ты сражаешься за зла, то за деньги, за власть, ты жертвовать готов, но не собой, а другими. воевать с чужими руками и так далее. А Гитлера нам хоть и рисует его то безумцем каким-то, то там тупым клоуном, то марионеткой, но я вообще думаю, что может быть в этом и проблема, ну, что вот не стоило, может быть, запрещать такие книги, как Майн Камп, ну, Гитлера, потому что молодежь всегда впечатлительная, и если книга не запрещена, но она опасна, да, она несет в себе опасные идеи, то нужно просто обсуждать это, показывать, а что не так. Потому что, как мне видится, ну, какой ты первый получаешь, на самом деле, культурный шок, если начинаешь читать Майн Камп, книгу Гитлера, которую он как раз в тюрьме, по-моему, написал, ты понимаешь, что особенно вот в первых главах, так ты думаешь так же. То есть, это умный человек, горячий патриот, он вообще не о себе думает. То есть, это вот такой, как бедный студент, который не просто вот, или обижен на мир, или еще что-то, а он посещает вот эти, как там, ну, их парламент, ну, как, где решения какие-то принимаются, да, вот эти, как дума, не дума, но аналог-то, именно в Германии. И он просто в свободное время ходит это и слушает. Он за свою страну переживает, просто за общество. Пытается в этом, именно, как молодой, горячий человек, разобраться. и первое, что он же видит и приходит к выводу, что так не должно быть. Почему он, собственно, потом и сделал так, да, ну, что вот, здесь третий рейх, а есть он, главный лидер, такой, ну, как диктатор, что ли. Потому что он понял, что вот эта система голосования, она порочна. Когда нет конкретного человека, ну, как в монархии, например, есть царь, да, и если царь принял хреновое решение, то мы все знаем. То есть мы, нашего царя какого-то, царской России, мы можем его всегда обвинить, что вот, зачем ты развязал вот эту войну, да, зачем ты вот так там поступил. Из-за этого, вот, и наша армия, солдаты умылись кровью, это все было безнадежно, там, мы втянуты, да, в это были, экономические потери не шли, истощали, тыры, 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 все, и мы все это, вот, вот, ты там, Александр, такой-то, вот, тут-то не прав, а ты вот здесь вот такой-то правитель, ты тут не прав, да, и вот это можно без конца, вот Николай Второй, ты так-так, потому что сразу понятно, на ком ответственность лежит. А когда система голосования, а давайте Германия завтра сделает так, и голосование, еще и анонимное, например, да, все, там, сто человек или сколько-то, проголосовало, да, будем делать так, в результате страна в жопе, кто виноват? Ну, а что, большинство так проголосовало, так что все. Вывод из этого, то есть ответственность размывается, и люди, которые голосуют, они уже на себя ответственность не чувствуют. Ты понимаешь, что, ну, я считаю, что правильно так поступить, жму, да, ну, если страна обострется, ну, а я тут при чем? Это же большинство такое, это же не один я так поступил. То есть, нет этого напряжения, которое испытывает правитель, ну, хороший, нормальный правитель, он же понимает, что он ответственный за все. А здесь это анонимная ответственность, никто не ответственный. То есть, это подходит бизнес власти, когда правят уже не государственники, а бизнесмены. В Индии это же самые вот это, шудры, да, чуть выше вайши, торговцы. Вот, когда торговцы во власти, это вот сейчас в мире это распространено. Никшатрии, управленцы, брамины, это, вообще с этим не связаны люди знания, да, и так далее. А просто торговцы, торгаши. А им, конечно, нужен другой мир. Это мир Лужина. И вот 20 век умылся кровью именно идеологической. И Раскольников, вот это такой тип. Вот это заря, вот этого пожарища. Гитлер или Ленин, это вот все такие люди, как Раскольников. И что толку, вот повторюсь, до Гитлера в тюрьму сажать, что толку сажать Ленина в тюрьму. И есть ли смысл Раскольникова во строг сажать? Он там что, изменится? Такую силу ты не ограничишь. Физическую силу ты можешь ограничить. Посадил человека в клетку. А интеллектуальную силу, силу идей, ты ее не можешь. Она в тюрьме еще только заострится. Что у Гитлера, что у Ленина, что у Раскольникова. И поэтому, я думаю, естественно, какой смысл такому писателю, как Достоевский, который уже бахнул эти записки из «Мертвого дома», но уже каторгу прошел, уже он и талант имеет признан, литературную, где-то плюс он где-то в минус, где-то дела лучше, где-то хуже, и так далее. Какой смысл ему просто писать о человеке, который думает, вот эти наполеоновские идеи, книга Наполеона III или какого-то, ну вот что можно, такая же эта идея, тогда это популярно было, что имеет право. Но это мелковато. Интуиция писательская, даже такая, может быть, религиозная, ну, проявическая интуиция Достоевского, она зацепилась вот за этот именно персонаж Раскольников, по моему мнению, вот почему. Раскольников уже даже без бесов, его одного достаточно, вот все, это вот предтеча XX века. Сам Раскольников, это не просто какой-то философ-убийца, это и есть мир на краю пропасти. На тот момент. И мы сорвались, да, в эту пропасть в XX веке, Вторая мировая война. И были противоборствующие силы, вот, да, Гитлер и Ленин, вот идеология. Ну, это уже не Ленин, а Сталин, ну, и в целом, просто вот как символы, да, Ленин символ, коммунистической идеологии, Гитлер своей, Третьего рейха. Англосаксы, на-на-на-на-на-на, ну, англосаксы, я и думаю, что они так ссыканули в штаны от XX века, что как мы, там, Британия прав морями, и тут такая зароба пошла. Потому что на такую заробу только европейцы способны. Англосаксы, я считаю, в этом плане, они более примитивные. Это действительно какой-то животный уровень. Вот мы всех лучше, там, и все такое, а вы наши рабы. Вот такой какой-то уровень. А здесь такая битва разгорелась между вот этим фашизмом, коммунизмом, да, что англосаксы просто подстраховались на будущее. Поэтому в Перестройку у нас Боря Ельцин танцует. Боря Ельцин, да, известный был умельцем. И нам первым же делом американцы в Конституции прям пишут, что никакая идеология не может быть в государстве никакой идеологии. Как никакая идеология не может быть признана государственной или как-то так, да? А почему? В чем проблема? Наоборот же, без идеологии ты вообще ничего не сделаешь. А потому что ясно, что если мы действительно хотим как-то мир менять, то его изменяет только идея, идеология. И идеологи могут перекроить социальную какую-то структуру или вообще весь земной шар очень быстро в сжатые строки. Вот это 20 век это и показал. Это страшно, если пойдет не по хорошему пути, да, и приведет к ужасным последствиям. Но именно это и показывает, что это серьезный инструмент. Что именно вообще-то так ну дела и делаются. И поэтому, если мы не хотим, ну как англосакси, естественно, это не хотят, чего-то такого, чтобы было не по-нашему в мире, а хотим, как раньше, по-феодальному, по-рабовладельчески. Есть мы, раса господ, и есть вы, ничтожные рабы, наши вассалы, должны подчиняться. то ни в коем случае нельзя вот подпускать к идеологии. Потому что иначе капец. И я вот так думал, и вы подумайте, я, ну так, а когда впервые это появилось? И возможно, это тоже, как и коммунизм, да, это все породило христианство. Ну, христианство, как идея вот такого, жития коммуны, это получается, как отцы пустынники, да, ну, а на Руси Сергий воплотил. Когда и сам он ничем не выделяется от других, там, ни одежды, ни еще чем-то, ну и так далее. Все на равных как-то трудятся общиной. И, в принципе, именно христиане, да, ну, я имею в виду вот такое понятие массового, что ли, подвига и самопожертвования. Потому что христиане, ну, вот их брали, римляне, кидали на растерзание львам, тиграм, а люди не боялись идти на смерть. Иногда, наоборот, считали это, ну, как, если не за почесть, что, ну, да, вот, из смерти апостолов, да, ну, не боится человек смерти, это страшное дело для класса господ. Когда люди не боятся смерти и готовы пожертвовать собой во имя какой-то идеи. Ну, это вот христианство, до христианства, я не знаю, такое было или не было, в таком прям, в массовом явлении. А потом уже, конечно, идеологические войны, крестовый поход, наверное, можно, да, к этому приписать. И они не такие там, зачастую страшные и ужасные, как их рисуют, если начать разбираться. Например, в чем причина первого крестового похода, она что, просто в том, пойдем крошить всех и обращать нашу веру. В другом была причина. Но, конечно, тогда все-таки технологии не те были, страны отделены друг от друга, но именно в 20 веке уже мы стали приближаться к той точке развития человечества, когда, ну да, наша земля, это наш дом, прям планета. Ну, вот можно на самолете прилететь, поезд, ну мы поняли вдруг, что мы живем довольно рядом, довольно тесно. Это не какие-то там, там за 3-9 земель живут так, а там так. Мы стали сближаться. Поэтому понятно, что рано или поздно у нас на всей планете будет, ну какой-то, словно, некий там общественно-социальный строили, как это назвать. И к этому, ну, все и идет. Стало тесно на планете в этом плане. Но с другой стороны, это мы идем, да, мы соседи, но все уже, единым целым все начинаем чувствовать. Планета не что-то такое бесконечное, запредельное, где-то там живут там великаны, а там циклопы, да, уже такого нет. и поэтому в 20 веке вот это во всей красе прорисовалось. Ну вот, вот поэтому Раскольников, такое у меня название это видео, Раскольников, бог войны, потому что это невероятно сильная фигура, Достоевский, я считаю, все правильно, правически почувствовал, предчувствовал, просто в преступлении наказания это так сильно не развернуто. Поэтому я сказал, что, ну, учитывая роман беса, например, Достоевского, да, что и без бесов достаточно одного Раскольникова, чтобы в такие глубины погрузиться, какие нам открылись в 20 веке, какой кровью мы умылись. Поэтому Раскольникова недооценивать не стоит. Вот что я хотел сказать этим видео. Что-то просто уже все холодно, замерз уже я. Итак, резюмируем. Раскольников это не русский Гамлет, это мир на краю пропасти, пропасти 20 века. Он притеча вот этих пожарищ, этих сильных фигур, идеологически заряженных. Он настоящий всадник апокалипсиса. До новых видео! Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.